Когда мы в последний раз признавались себе, что жизнь прекрасна и удивительна? Наверняка давно. Порой мы так увлечены своими заботами и делами, что не можем остановиться, посмотреть вокруг и насладиться тем, что нас окружает. Меня зовут Жанна, у меня есть лучшая подруга. Мы постараемся объединить все то, что может сделать нас еще точку счастливее и свободнее. Мы поговорим о том, что волнует каждого из нас. Спросим, советую специалистов, побываем в интересных местах, но мы, конечно, поговорим с интересными людьми. Одним словом, мы постараемся создать хорошее настроение и верить к позитивам. Чувствуешь? Весна пришла, весной запахло. Поэтому что первым делом? Правильно, обновить свой гардероб. Как тебе, кстати, мой новый лук? Мы сегодня с тобой здесь в абсолюте не просто так. Здесь абсолютно новая весенняя коллекция. Сейчас я тебе все покажу. У меня есть гардероб, и платья, и юбки, и шпильки. Но мы-то с тобой знаем. Утром вскочила, самую удобную одежду надела и постакала. Ушла зима, а все, всю серость откладываем. Да здравствует буйство красок, посмотри в новой коллекции, какие цвета. И не важно, мужчина ты или женщина. Это, кстати, мужской. Ну тут куда ни глянь, такие краски, такие цвета, да, и настроение сразу. Весна-весна. Мне, кстати, так нравится мой новый образ. Ну, обувку тоже нужно обновить. И я тебе хочу сказать, обрати внимание, вот это прям топ этого сезона. Вот прям топнейший топ. У меня, конечно, тоже топ, но вот это топнее. Ну я же тебе говорила, что глаза разбегаются, хочется купить и это, и это, и даже то. Боишься, что денег не хватит? Успокойся, в абсолюте действует система UDS. Это когда ты можешь до 30% оплатить баллы от покупки. Ну как тебе? Я же говорила, глаза разбегаются. Нет, все-таки весной пахнет. Ну ты же знаешь, моя дорогая, что я на даче и решила кухню сделать своими руками. Напилили фасады, уже все готово. Осталось самое главное, что? Клавельно. Курнитура. Поэтому сегодня мы с тобой здесь, в мебельных комплектующих на Спартака 40. Представь, в выходной ты отсыпаешься после трудовой рабочей недели, а в это время кто-то на кухне с утра шкафами бам-бам-бам, просто убить хочется. А если у тебя вот такая фурнитура? А? Смотри. И самое главное. Тишина. Вот таких штук нету, ты думаешь, что у тебя кухня идеальная. Но на самом деле, как только ты их приобретаешь, у тебя такой порядок на кухне. Сюда крышечки, сюда стаканы, здесь даже емкость для приправы. Ну короче, одним словом, все по полочкам, и прям порядок-порядок. Помнишь народную мудрость? Если хочешь быть здоров, ешь один и в темноте. Вот в этом случае тебе понадобится подсветка. А еще представьте, вот ты захотела поменять интерьер на кухне. Не обязательно менять фасады или делать дорогостоящий ремонт. Достаточно сменить фартук. Твоя кухня засияет, я тебя уверяю. Была бы такая мелочушка, да? Вот крючочки, ручечки, а порой такая головная боль. Опять же сюда, на Спартака 40, в мебельные комплектующие. Ну теперь ты поняла, даже старую кухню можно просто модернизировать, и она будет как новенькая. Ну что, моя дорогая, мы с тобой в ресторане Панорама. Наши добрые друзья предоставили нам кухню, о, вкуснота какая, чтобы мы здесь с тобой готовили. Потому что после последних твоих экспериментов на моей кухне не пришлось делать ремонт. У нас с тобой скоро что? Масленица. Правильно, это значит будем готовить блины. И я сейчас тебе раскрою секрет своих блинов. Тоненьких, красивых, кружевных и, главное, вкуснейших. Ну а для приготовления любых блинов самое главное что? Да, красивый фартук. Но на самом деле нужно основательно подходить к выбору продукции, из которой ты будешь готовить. Поэтому сегодня мы с тобой будем готовить из продуктов от ЗАО «Калининская». Основа любых блинов это что? Правильно, молоко. Но так как ты больше любишь кефир, поэтому ты будешь готовить на кефире. Держи. Хочу обратить твое внимание на новинку от ЗАО «Калининская». Это сливочное масло, вкуснейшее, нежнейшее. Его, кстати, можно приобрести в сети магазинов «Универсал», «Кредо», «Таисия» и «Фрукты». Щепотка соли, 2 столовые ложки сахара. Ну а вот сейчас добавляем молоко. Я тебе, как заправский повар, могу сказать, для приготовления блинов нужно сначала смешать жидкие ингредиенты, а потом сухие. Обязательно муку нужно просеять, чтобы она наполнилась кислородом и чтобы блины были воздушные. И хочешь лайфхак от Жанны? Если ты задумала кружевные блины, нужен будет стакан кипятка. Ну вот, кстати, кипяток можно добавлять и в том случае, как ты, если готовишь на кефире. Ну что, настолько вкусно, что ты их просто так ешь. Да подожди, мы сейчас с тобой начинку сделаем. Будет еще вкуснее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!